В последнее время произошло несколько событий, имеющих прямое или косвенное отношение к отношениям Армении и России. Досрочный вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха, фактическое начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, рабочий визит президента Азербайджана в Москву. Эти и другие вопросы мы обсудили с ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России Николаем Силаевым. Здравствуйте, Николай. Спасибо большое, что уделили время. И много событий произошло и продолжает происходить за последнее время. Хотел бы с вами некоторые из них затронуть. И вот сегодня 22 апреля мы с вами утром беседуем. И уверен, вы знаете, что в тому же достаточно неспокойная ситуация. Проходят акции протеста. И это стало следствием того, что на прошлой неделе Армения и Азербайджан фактически объявили о начале процесса делимитации и демаркации. Россия после трехстороннего заявления 2020 года, где, собственно, и было прописано о демаркации и делимитации, неоднократно выступала за то, чтобы стороны приступили к этому процессу и также неоднократно выражала готовность способствовать. Теперь, когда процесс фактически стартовал или стартует, как вы думаете, какое отношение в России? И можно ли говорить о том, что какая-то поддержка будет нужна? Или все-таки стороны уже на двусторонней основе ведут этот процесс? Я думаю, что сейчас речь идет о двустороннем процессе. И здесь Россия выражала свою готовность содействовать при необходимости, но при этом она не исключала и то, что стороны могут договориться о двустороннем режиме без привлечения кого-то третьего. Как вы думаете, насколько вообще этот процесс жизнеспособен? Пример министр Армении Никол Пашинян в субботу заявил, что важная политическая составляющая в том, что впервые Армения и Азербайджан договорились о чем-то за столом переговоров. Звучит, конечно, хорошо и символично, но с другой стороны, когда мы видим, что происходит на земле, то есть не очень понятно, о чем стороны договорились, когда Армения в одностороннем порядке уступает территории, совершенно непонятно, что она получит взамен, если получит вообще. Я здесь могу только согласиться с вашей оценкой. Действительно, давно затруднений никаких не было в том, чтобы о чем-то договориться на самом деле. Если Армения просто принимает условия Азербайджана, то любой договор, будь то договор о мире или договор о границе, может быть подписан в любой момент. Здесь, насколько я понимаю, есть факт выполнения требований Азербайджана. Что Армения получит взамен, об этом лучше спросить и руководство Армении. Возможно, руководство Армении исходит из того, что условия настолько плохи, что ни о каких компромиссах речи быть не может, то следует просто принимать те условия, которые выставляет Азербайджан. Может быть, руководство Армении исходит из этого. Но я не знаю их мотивов. Другим важным событием последних дней, последних недель, стало сообщение о том, что Азербайджан и Россия на высшем уровне договорились о досрочном выводе российских миротворцев из Нагорного Караваха. Естественно, очень много комментариев на эту тему. Хотелось бы услышать ваши. Ну, по-моему, все уже сказано на эту тему. И из Москвы, и из Москвы официально об этом сказано, что, как вы знаете, миротворцы были введены туда на основании трехсторонней декларации ноября 2020 года. В тот момент там находилось, в Карабахе находилось значительное армянское население. И трехсторонняя декларация исходила из того, что будущие переговоры должны решить, в том числе и судьбу армянского населения на основе базовых положений международного права и национальных законодательств. После этого, причем предполагалось, когда подписывалась трехсторонняя декларация, все-таки, не знаю, как в Армении, а в России исходили из того, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха остается спорным. Затем в Праге в конце 22-го года, если я ничего не путаю, или в начале 23-го, Армения согласилась с тем, что Карабах является частью территории Азербайджана. Таким образом, вопрос о статусе был снят. После сентября 23-го года регион покинул армянское население. Миротворцы там находились для того, чтобы содействовать мирному населению. При этом у них так и не было мандата, а в условиях, когда вопрос о статусе Карабаха был решен, тем более у них не было оснований для какого-то вмешательства. К сожалению, произошла этническая очистка, и армянское население покинуло регион. Причины, ради которых там находились миротворцы, больше не существует. С точки зрения военно-политической, миротворческий корпус не играл и не мог играть значительные роли в балансе сил на Южном Кавказе. Миротворцы сделали, что могли. Они не могли за Армению решать вопрос о статусе Карабаха. И сейчас их выводят в связи с тем, что задачи, для которых они туда вводились, более не актуальны. Вот вы употребили термин «этническая чистка». На самом деле не очень многие. То, что российские официальные лица не используют, понятно, но и на экспертном уровне не часто такое услышишь. И факт заключается в том, что был миротворцем или не был, эта «этническая чистка» произошла в присутствии российских миротворцев. И как вы думаете, и вот мы с вами беседовали в июне 2023 года в Москве, и вы в нашем интервью говорили, что я процитировал, российский престиж зависит от того, как будет идти урегулирование, как будет поддерживаться мир, насколько эффективными будут российские миротворческие усилия. Понятно, конечно, что есть политическая составляющая и есть, скажем так, моральная составляющая, которую политики не очень часто любят упоминать. Но, тем не менее, как вы думаете, случившееся оно все-таки в той или иной степени отражается или отразилось на российском престиже или нет? Конечно, конечно, без сомнения. Это сильный удар по российскому престижу. И то, что армяне были изгнаны из Нагорного Карабаха, это сильный удар по российскому престижу. И то, что, хотя Россия вписалась, в том числе, силами миротворческого контингента, в то, что вопрос остается спорным, тем не менее, этот вопрос был решен, вопрос о статусе Карабаха, причем без уведомления России, это тоже удар по российскому престижу. И то, что миротворцы и Россия в целом не могли вмешаться в ситуации, когда оказывалось силовое давление на армян на Карабаха, это тоже удар по российскому престижу. Без сомнений. А как вы думаете, то, что Рубен Бартанян находится уже более полугода в бакинской тюрьме, несмотря на то, что формально он отказался от российского гражданства, это тоже можно считать ударом по престижу, или это несколько другая история? Я очень сочувствую Рубену Бартаняну, я считаю, что он действовал очень искренне, пытаясь защитить Карабах. И хотя с формальной точки зрения это он не российский гражданин, но понятно, что с Россией его очень многое связывает. И, конечно, эта ситуация, на мой взгляд, не улучшает российско-азербайджанские отношения. Я не знаю, как в итоге это будет решаться. Я слышал неоднократно прогнозы, что его рано или поздно передадут кому-то, либо России, либо Армении. Но то, что мы видим сейчас, это что этого не происходит. Ну и, конечно, ситуация тоже неприятная, она тоже посвенно, конечно, посвенно, непрямо, но по-российскому блестижу бьет. Но здесь ведь, понимаете, важно не сводить всю проблему к одному Рубену Бартаняну. Он человек известный, он человек влиятельный. Есть множество людей, судьба которых до сих пор неизвестна. Есть множество людей, десятки, тех, кого Армения считает военно-пленными, а Азербайджан считает уголовными преступниками. И это тоже должно было быть частью переговоров. Но об этом переговоры не идут. Ну, что здесь можно сказать? Россия ведь не может вести эти переговоры за Армению? Как вы считаете, вообще, вот, можно говорить о том, что трехсторонние договоренности лидеров трех стран от ноября 2020 года, а также последующие, что на самом деле они более не действуют, то есть формально ни одна из сторон подпись не отзывала, естественно, но ситуация на земле уже сильно уходит от того, что было прописано в этих документах. Да, я добавлю одну важную вещь к прошлому вопросу сначала. И ведь важно не забывать, что эта ситуация во многом зеркальна, потому что есть множество пропавших без вести с азербайджанской стороны, и данная судьба которых неизвестна. И это тоже вещь, которая должна обсуждаться. И это связано и с трехсторонней декларацией тоже, потому что трехсторонняя декларация затрагивала и гуманитарные вопросы. В этом смысле позиция России, что трехсторонняя декларация и другие документы, подписанные в трехстороннем формате, продолжают действовать, это ведь позиция, которая отражает следующее. Все равно нужно договариваться о мире, все равно нужно договариваться о границе, все равно нужно договариваться о восстановлении транспортных коммуникаций, все равно нужно договариваться о решении гуманитарных вопросов. Если мы скажем, что декларация не действует, это означает, что мы вот все это тоже выбрасываем в корзину вместе с декларацией, что вряд ли было бы сейчас продуктивным. Я просто уточню, если я не ошибаюсь, азербайджанцы, судьба которых неизвестна, это все-таки относится к Первой Карабахской войне, потому что по итогам последней войны те военнопленные, которые в Армении были, немногочисленные, они давно были возвращены. Да, 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 я согласен с вами, это так, просто проблемы-то все равно остаются, люди десятилетиями не знают судьбу своих русских. Николай, такой вопрос, последние несколько месяцев муссировались слухи или, скорее, спекуляции насчет того, что Россия хотела бы добиться возвращения какого-то числа армий в Нагорный Карабах, в том числе для того, чтобы были какие-то основания для сохранения присутствия миротворцев. Как вы считаете, был ли какой-то такой процесс или это действительно слухи и спекуляции? Мне очень сложно об этом судить, у меня нет на этот счет никакой информации. Я бы только предположил, что, в принципе, вот эта ситуация, когда люди вынуждены покинуть дома, в которых они живут многими поколениями, причем я понимаю всю сложность этого вопроса, я понимаю, что Карабах покинули и азербайджанцы тоже в свое время, и тоже покинули далеко не мирным способом, и что кто где живет за эти десятилетия уже сильно изменилось, кто где жил, но, тем не менее, люди жили в этом регионе поколениями, и они были вынуждены оставить свои дома, оставить свою родную землю. И эта ситуация ненормальна. Поэтому, в принципе, возвращение, требование возвращения. Понимаете, давайте так. Так, вот, Азербайджан все эти десятилетия, пока существовал конфликт по поводу Нагорного Карабаха, говорил о том, что у Азербайджана много сотен тысяч беженцев, и они должны иметь право вернуться в свои дома. Согласитесь, что тот же самый аргумент, тот же самый аргумент касается и карабахских армян. Вот центральный вопрос. А оставить миротворцев, не оставить миротворцев, это уже вопрос подчиненных. Я думаю, что, понимаете, на мой взгляд, вывод российских миротворцев совершенно не синонимичен, не тождественен решению вопроса беженцев. Решению вопроса людей, которые были вынуждены покинуть свои дома. Вот мне кажется, это очень важно. Даже если миротворцев сейчас выводят, ну, сейчас миротворцев выводят, вывели уже, скорее всего, то проблема-то все равно останется. Проблема останется, но есть и другой аргумент, что даже с учетом того, что миротворцы не смогли помешать этнической чистке, что после их ухода возвращение армян становится вообще невозможным, потому что непонятно, какие будут гарантии безопасности. Естественно, Азербайджан на словах заявляет о наличии таких гарантий, но с другой стороны, присутствие российских миротворцев, даже психологически, оно было каким-то дополнительным фактором, который позволял людям хотя бы задумываться о том, что можно вернуться. После их ухода, мне кажется, вот этого фактора тоже уже нет. Здесь я с вами согласен. Действительно, психологически это было очень важно. Психологически это было очень важно, но какие основания были их там держать? Какие основания были их там держать? К сожалению, в тот момент, когда армянское руководство, руководство Армении решило вопрос о статусе Нагорного Карабаха, все остальное было в большой степени предрешено. Все остальное было в большой степени предрешено. Позиция Азербайджана о том, что они могут вернуться, им будут обеспечены гарантии. Здесь ведь есть еще очень много интересных вопросов. Ну, допустим, Азербайджан говорит о том, что они могут принять гражданство Азербайджана и жить безопасно в Азербайджане. Здесь есть несколько проблем. Проблема первая. Они, по крайней мере, формально, многие из них участвовали в деятельности Нагорно-Карабахской республики. В тем или иным образом. Значит, предполагается ли, что азербайджанские власти не будут допускать их преследовать? За это. Об этом речи не идет. Предполагается ли, что они смогут сохранить образование на родном языке? Будет ли у них дело производства на родном языке? Эти все вопросы никто не отвечает. А на самом деле это вот то, из чего в том числе и состоит вопрос безопасности. Понимаете, я поэтому использую довольно резкие слова «этническая очистка», потому что не было сделано ничего со стороны Баку для того, чтобы армянское население там осталось. А что было сделано для того, чтобы армянское население покинуло Карабах, ну вы и без меня хорошо знаете. Николай, давайте, поскольку вопрос статуса все время в нашей беседе фигурирует, формально, если не очень вдаваться в подробности и не быть большим специалистом, российская официальная точка зрения о том, что после того, как Армения признала на главной Карабах частью Азербайджана, все вопросы были закрыты, она кажется безупречной. Но есть и другой момент, что нет абсолютно никакого понимания насчет того, в чем вражался российский план. И то есть на словах это выглядело так, что вопрос статуса оставить до лучших времен. Но никак это не конкретизировалось. Во-первых, механизмы, как этот статус в лучшие времена будет определяться, готовность Азербайджана вообще обсуждать это и так далее. То есть не получается ли так, что были всего лишь заявления, но не было ничего, что армянское руководство могло бы взять за основу для дальнейших переговоров? Если я ничего не путаю, хотя на этот счет не было никакой официальной информации, и здесь я ориентируюсь только на публикации прессы, насколько я понимаю, были выдвинуты предложения обеим странам. Причем предложения, касавшиеся в том числе и мирного договора. Высказывались предложения по поводу самого механизма урегулирования. Что в первую очередь, что потом, какое участие России, какие гарантии для обеих сторон и так далее. То есть еще одна деталь, конечно, наименее важная, но тоже некоторое значение имеющая. То, что Россия предлагала и форматы общественного диалога между Баку и Ереваном, между Арменией и Азербайджаном. И, к сожалению, со стороны Армении эти предложения были отвергнуты. Вот это я говорю уже уверенно, потому что я сам участвовал в выработке таких предложений. Здесь, конечно, нельзя отбрасывать проблему ту, что Азербайджан не очень охотно поддерживал те предложения, которые выдвигала Россия. Конечно, в Баку понимали, особенно осенью 2022 года, в каком положении находится Россия. Понимали, что могут более уверенно что-то требовать. Но уж если есть какая-то позиция со стороны России высказанная, которую Армения разделяет, что необходимо еще для того, чтобы хотя бы ставить Россию в известность о своих планах по поводу Карабаха. Об известность, опять же, насколько можно судить из заявлений российского руководства, а я склонен этим заявлением доверять, никто не поставил. Ясно, что ситуация была неблагоприятной. С ноября 2020 года, на самом деле, даже раньше, она была неблагоприятной. Она была неблагоприятной для Армении, она была неблагоприятной для России. Можно либо координировать свои действия в этой неблагоприятной ситуации и договариваться о какой-то совместной скоординированной дипломатике, или можно действовать по принципу «каждый сам за себя», или параллельно решать какие-то свои другие политические задачи. Вроде задачи понравятся Соединенным Штатам и Европейскому Союзу. Опять-таки сегодня, 22 апреля, с рабочей визитом в Российскую Федерацию прибудет президент Азербайджана, и в сообщении пресс-службы Кремля говорилось, я цитирую, планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Мы можем констатировать уже уверенно, что Азербайджан для России стал более важной страной, чем Армения. Здесь абсолютно речь не о том, чтобы давать какие-то оценки, говорить это хорошо или неплохо, а просто констатировать факт, что с учетом целого ряда международных развитий, последствий того, что происходит на Украине, Азербайджан действительно стал для России важнее. Как мерить важность? Это хороший вопрос. Я думаю, что мы очень давно не слышали. Понятно, что была подписана декларация о стратегическом партнерстве между Россией и Азербайджаном. Кстати, произошло это за день до начала того, что происходит на Украине. Но если мы следим за тем, как идет координация отношений, экономика, транспортные вопросы, транзитные вопросы в север-юг, мы видим, что по целому ряду объективных причин, будь то география, будь то положение в мире, Азербайджан важнее, чем Армения. Ну, в том, что касается транспортного коридора север-юг, да. Азербайджан очень важная страна. Важнее ли Армении? Мне здесь судить сложно. Я думаю, что в Баку хотели бы этого. А в Москве могут в какой-то момент прийти к выводу, что с Азербайджаном работать, несмотря на все те сложности, которые в отношениях с Азербайджаном есть, а этих сложностей много, в Москве могут прийти к выводу, что с Азербайджаном в каком-то смысле работать проще. При этом, что важно подчеркнуть, у нас с Арменией есть юридически обязывающие договор о союзе и двусторонние, и в рамках ПДКБ. С Азербайджаном у нас есть только союзническая декларация, которая обязывающим документом не является. А что касается проблем, информация о том, что Азербайджан поставляет оружие на Украину, возникает в прессе довольно часто. И нередко у этих сообщений прессы есть, скажем так, высокая доля достоверности. Информационная политика в Азербайджане в отношении России, на мой взгляд, сильно негативнее, чем даже сейчас в Армении. Вот этих всех проблем много. И мне кажется, что Россия по-прежнему стремится к тому, чтобы ей не нужно было делать выбор между Арменией и Азербайджаном. И эта установка останется. Но, я повторю, может оказаться так, что в Москве решат, что с Азербайджаном работать все-таки проще, понятнее, чем с Арменией. И думаю, что здесь также надо учитывать факты в Турции. Да, вот после ноября, после войны 2020 года Турция действительно стала таким серьезным игроком на Южном Кавказе. То есть она всегда к этому стремилась, а после этого в той или иной степени это ее стремление было легитимизировано. Я думаю, что отношения России и Азербайджана, конечно, они прямой не обусловлены отношениями России и Турции, но мне кажется, что все-таки этот фактор в Москве сосчитывает без Брата. Как вы думаете? Я думаю, что да, что это тоже имеет значение. Другое дело, что я лично не очень верю в эти сказки про Братский союз двух тюркских государств. мне кажется, что здесь есть большая доля лукавства и со стороны Турции, и со стороны Азербайджана. И, кроме того, конечно, да, отношения Турции с Азербайджаном очень хорошие, и слова звучат самые возвышенные, однако есть еще проблема отношения Азербайджана с Ираном. И становиться союзником Турции в противостоянии тоже очень долгом между Турцией и Ираном, возможно, это для Азербайджана не самый лучший выбор, но остается только надеяться, что в Азербайджане это тоже понимают. То есть здесь есть, конечно, в Москве в отношениях с Азербайджаном держат в голове фактор Турции, но также учитывают их факторы РАН. В декабре 2014 года, это уже 10 лет назад, мы были в Ереване на конференции и сказали, мне кажется, очень важную вещь, которая, как мне кажется, к сожалению, не сильно прислушалась ни в Ереване, ни в Москве. Мы говорили, что наряду сотрудничества в сфере безопасности необходимо развивать и укреплять двустороннее взаимодействие в экономических и монетарных сферах, поскольку одно лишь присутствие военной базы в Армении и может обеспечивать защиту российских интересов. сегодня, 10 лет спустя, вы чувствуете себя в каком-то смысле пороком? Ну, а что касается экономических связей, все, по-моему, хорошо. Что касается гуманитарных, могло бы быть лучше. Могло бы быть гораздо лучше. Ну, здесь, мне кажется, есть, ну, с одной стороны, есть стремление власти Армении влияния России в этой сфере сократить, с одной стороны, а с другой стороны, есть некоторая наша пассивность по этой части. в этой сфере, я склонен с ним согласиться, что мягкая сила не самое сильное место на российской политике. И вот пример, да, к примеру, в прошлом году, по-моему, американское правительство, агентство США по международному развитию заявило о том, что в течение пяти лет будет реализовываться программа поддержки армянских медиа, и там общий бюджет составляет 15 миллионов долларов на пять лет. Я думаю, что это не очень большая сумма. И вот почему, как вы думаете, такого рода проекты России не реализуются? дадите мне одну минуту, я сейчас вам некоторые цифры попробую найти. Да, конечно. Если удобно, я могу просто на экране показать структуру американской помощи за последние десять лет. Давайте. Вина? Да. Ну, что здесь, на мой взгляд, любопытное? Во-первых, обратите внимание, что общие объемы помощи растут с 22-го года. Во-вторых, хотя по большинству постсоветских стран они сокращаются. Понятно, по какой причине, потому что все съела Украина. Потом, вот, демократия, права человека, хорошее управление, это самая крупная, самая крупная, самая большая доля в 23-м году. Зато на безопасность, видите, как с безопасностью обошлись. в 20-м году было порядка 30-ти миллионов, сейчас несколько сотен тысяч. Что касается 15-ти миллионов долларов на медиа в течение пяти лет, это немного, и я думаю, что это не все, что будет. это не все, что будет. Я посмотрел сайт Statista.com, такой большой агрегатор статистической информации, может быть, знаете его. В 23-м году, если я ничего не путаю, рекламный рынок Армении весь составил 165 миллионов долларов. Мне кажется, это немного завышенная цифра, но логика понятна, да. возможно, но вот порядки такие. На демократию и хорошее управление уходит, ну, миллионов 60-70 в год. Ну, в общем, порядок понятен. Здесь ведь что мне кажется любопытным? но это займет некоторое время. Давайте. Будет ли Россия делать что-то подобное? Я думаю, что бюджеты российских средств массовой информации, в том числе предназначенных для обещания на зарубежной аудитории, тоже немаленьких. Но ведь что создает американская и европейская помощь? она создает целый класс людей, которые не просто зависят от этой помощи как таковой, а дело в том, что создана среда, внутри которой эти люди и существуют. Как это выглядит? Вот студент университета начинает там становится активистом какой-нибудь общественной организации, потом он в этой общественной организации получает какую-то должность, потом он отправляется куда-нибудь на курсы повышения квалификации в какой-нибудь восточно-европейский университет, за те же самые американские деньги вернувшись, он уже становится там либо экспертом, либо политиком, и создается такая среда, в которой люди могут хоть всю жизнь жить, не соприкасаясь с окружающим миром. И это очень важно. Мне кажется, что вот подобное уже давно произошло в Грузии, где есть большой сегмент политического класса, который в принципе не выходит за пределы вот этого поля, обслуживающего западную политическую повестку в стране. Получается, что политическая элита, политический класс готовится как бы на аутсорсинг, что он оплачивается откуда-то снаружи. Я не буду говорить про суверенитет, потому что это слово слишком общее. Я лишь скажу о том, что когда эти люди приходят к классе, всегда ли это бывает хорошо? Всегда ли это бывает всем полезно? Далеко не обязательно. есть ли у этих людей какие-то широкие контакты, широкая поддержка в обществе? Тоже далеко не всегда так. И я не уверен, что то, что мы называем американской мягкой силой, хотя вообще-то мягкой силой называется другое. Деньги мягкой силой это не деньги, которые выплачиваются там медиа зарубежным странам, зарубежных стран для того, чтобы они хорошо писали в Соединенных Штатах. Мягкая сила это моральный авторитет, культурные образцы, все то, что, на мой взгляд, как раз сейчас не работает или работает плохо. С точки зрения морального авторитета и культурных образцов, нам всем надо есть куда двигаться, есть над чем работать. И Россия здесь не исключение. Просто я не уверен, что российскую мягкую силу имеет резон напрямую сравнивать с американскими программами зарубежной помощи. Хотя, ну, конечно, деньги, которые тратят на это Соединенные Штаты и их влияние в этой сфере пока гораздо больше российского. Просто я не уверен, что для России было бы целесообразно повторять этот способ действия буквально. То есть заваливать деньгами всех, кто готов что-нибудь доброе сказать о России. Потому что здесь возникает еще один эффект. Ведь кого называют гражданским обществом в странах бывшего Советского Союза? Гражданским обществом называют те, у кого есть офис, три компьютера и грант от Европейского Союза. Вот по факту получения гранта от Европейского Союза или Соединенных Штатов они объявляются гражданским обществом. Дальше происходит следующее. Вот, например, американские или европейские дипломаты встречаются с гражданским обществом. Они встречаются в этот момент именно с теми, а они платят деньги. Возникает пузырь. Вот такой информационный пузырь, идеологический пузырь, в который вы хотите дорогие американские и европейские спонсоры пропагандировать ЛБГТ? Да, да, мы будем, вы только деньги не забывайте платить. Нужно это кому-то за пределами этой среды? Не нужно. Вот опасность этой системы заключается именно в том, что утрачивается связь с обществом. Казалось бы, да, эти все программы существуют для того, чтобы укреплять связь с обществом. но благодаря вот этому эффекту пузыря, когда гражданское общество, так называемое, это главный эксперт по тому, что происходит в стране с одной стороны, а с другой стороны, гражданским обществом оно становится в силу того, что европейцы или американцы платят им деньги, возникает вот этот отрыв от реальности. Возникает неспособность наладить связи с разными сегментами общества. А мы в России все-таки заинтересованы в том, чтобы налаживать связи со всеми. Ну, с исключением тех, конечно, кто категорически этого не хочет. если возвращаться к реальной политике, очевидно, что отношения Армении и России сейчас переживают не лучшие времена, но в последнее время так или иначе анонсируется возможная встреча руководителей двух стран. Как вы думаете, удастся ли Армении и России все-таки удержать ситуацию от того, отслезания вот именно в сторону два взрыва отношений. Понятно, что отношения, наверное, такими, как были, уже не будут, но чтобы удержать от радикализации. Может быть, я оптимист, но, на мой взгляд, выработалась уже определенная линия правительства Армении в отношении отношений с Россией. Точно так же, как и в России, есть своя линия отношений с Арменией. Линия руководства Армении, насколько я могу судить, сейчас заключается в том, что на символическом уровне речь идет о разрыве, но практических шагов для этого, к счастью, не предпринимается. Кроме, конечно, отказа участвовать в мероприятиях по ДКБ. Но отказ участвовать в мероприятиях по ДКБ тоже без юридической фиксации нового отношения Армении к ДКБ. И, на мой взгляд, здесь логика как раз в том, чтобы с одной стороны символически с Россией порвать, а практически все-таки с этим не торопиться. Российская позиция заключается в том, что у нас союзные отношения сохраняются, и мы заинтересованы в том, чтобы их развивать. так что я бы не исключал, что все-таки на какие-то резкие радикальные шаги, практические шаги, в Ереване не пойдут. Но логику политического руководства Армении понять не всегда можно. Не всегда можно предсказать, как оно будет действовать. Спасибо большое. Я думаю, что в данном случае оптимизм это хорошее свойство, потому что можно иметь различные симпатии, антипатии, политические, но мне кажется, что в создавшейся ситуации надо постараться выйти из нее с наименьшими потерьми, так для России, так и для Армении, и будем надеяться, что это в той или иной степени будет достижено. Спасибо большое. Николай, у нас это выйдет в среду вечером послезавтра. Как только будет ссылка, я вам обязательно пришлю. Как всегда, было очень приятно с вами побеседовать. Надеюсь, что в каком-то обозримом будущем будет возможность для личной встречи здесь, в Москве. Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.